Уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Павел Андреевич, большое спасибо за возможность выступить на таком интересном и представительном форуме. Безусловно, темы, которые мы сегодня обсуждаем, имеют крайне важное значение для практического здравоохранения. И темы онкологии, они действительно имеют не только медицинское, социальное, огромное фармакоэкономическое значение. Это одна из основ методологических доказательной медицины. И поэтому для нас крайне важно обсуждение этих вопросов среди широкого круга клиницистов, поскольку проблема онкологии – это, конечно, мультидисциплинарные вопросы. Разрешите перейти непосредственно к нашему сообщению. Сегодня мы хотели бы обсудить место рака предстательной железы в структуре реализации федерального проекта по онкологии и влиянии инноваций на достижение ключевых показателей. Действительно, это крайне важно, что мы обсуждаем эти вопросы. И хотела бы отметить, что не случайно именно рак предстательной железы вызывает у нас особое внимание и интерес, поскольку действительно это касается самых важных и насущных вопросов, которые сегодня обсуждаются, в том числе в онкологии. Если мы посмотрим на национальный проект здравоохранения, то, конечно, две самые мощные составляющие дадут нам перспективу получения самых высоких показателей. Это борьба с онкологическими заболеваниями и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И вот хотелось бы отметить, что действительно цель, которую мы поставили, она очень такая для нас важная и мы считаем достижимая. То есть это к 2024 году ожидаемая продолжительность качественной жизни, как нам хотелось бы это видеть, 78 лет, к 2030, до 80 лет. Ну, если мы посмотрим с вами на основные отраслевые показатели, то мы увидим, что структуру смертности, конечно, во многом определяют именно новообразование. И вот для них, в том числе для злокачественных поставленных целей, снижение на 7,8%. Это достаточно большие показатели, достаточно значимые цели, которые, конечно, для нас имеют реальные перспективы в плане применения основных таких стратегий, в том числе лекарственной терапии. Но когда мы определяем цели и задачи, нам необходимы еще и средства, и методы их достижения. И в этом отношении, конечно, беспрецедентные огромные суммы выделены на бюджет национального проекта. И при этом, безусловно, большое количество новых инновационных лекарственных препаратов войдут для достижения этой цели. И для нас крайне важно, чтобы все-таки именно лучшие препараты, те, которые помогут продлить качественную жизнь пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, были объективно оценены, применены и были, самое главное, доступны нашим пациентам. Ну вот если мы посмотрим по финансированию, то увидим с вами, что почти больше половины всего бюджета составляет проект борьбы с онкологическими заболеваниями. Это, конечно, дает еще раз нам надежду на благополучный выход вот на эти целевые показатели, несмотря на, конечно, определенные коррективы, которые уже внес COVID-19. Мы видим по всем показателям, что мы в отсутствии этой пандемии, конечно, имели бы уже более положительные тенденции по всем направлениям. Но между тем, давайте посмотрим, вот цели и показатели федерального проекта сами по себе, они уже способствуют реструктуризации и инновационности всей структуры, всей службы онкологических заболеваний. В частности, организовано более 420 центров амбулаторной онкологической помощи, и что крайне важно, во всех регионах. Разработаны региональные программы для каждого субъекта Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с клиническими рекомендациями во всех 85 субъектах расписано финансовое обеспечение. Создано большое количество референс-центров. Это означает доступность на сегодняшний день диагностики для таргетных генноинженерных препаратов, которые требуют новых подходов и должны иметь определенные маркеры, которые помогают поставить и верифицировать точный диагноз. Переоснащены медицинским оборудованием более 45 федеральных центров. Между тем, посмотрите, очень важный процент – доля злокачественных новообразований, которые мы выявляем на ранних стадиях. Первая, вторая стадия. Что это означает? Эта доля должна постоянно расти. Это будет еще раз для нас ориентиром, что именно диагностика на ранней стадии, когда все мы понимаем, что результат – самый благоприятный течение заболеваний, безусловно, даст хороший прирост и снижение смертности. Кроме того, удельный вес больных, которые стоят на учете 5 и более лет. Мы знаем, что для онкологических заболеваний 5 лет – это уже считается практически выздоровлением. И здесь мы тоже видим, что к 2024 году этот процент должен составить 60 и более. И, безусловно, это еще раз будет свидетельствовать о том, что идет улучшение диагностики и улучшение лечения. Поэтому, конечно, для нас крайне важно, чтобы мы ориентировались и ранжировали наши методологии, наши инновационные возможности и новые лекарственные препараты. Говоря о раке предстательной железы, мы понимаем, что есть две нозологии, которые определяют во многом основные цифры статистики – рак молочной железы для женщин и рак предстательной железы для мужчин. Он занимает четвертое место в структуре смертности среди всех целевых нозологий стратегии. Они перечислены на данном слайде. Но если мы возьмем с вами именно мужское население у мужчин, то мы увидим, что рак простаты занимает второе место в структуре заболеваемости у мужчин – 15,7%. Рак трахеи бронхов и легкого немного имеет больший процент, ненамного, и занимает первое место. То есть уже работа в этом направлении даст нам значимый показатель прирост и продолжительности жизни, и снижение смертности, и увеличение продолжительности качественной жизни данным пациентам. Ну, если мы посмотрим, что по динамике показателей заболеваемости злокачественных новообразований с 2008 по 2019, то мы увидим прирост рака предстательной железы плюс 57-88%. Хотелось бы отметить, что прирост связан не только с увеличением самого заболевания, частоты его встречаемости в популяции, но это связано с ранним выявлением, с большей настороженностью, с проведением профилактических осмотров у мужчин, которые позволяют выявить это заболевание на первой, второй стадии. Это самый важный показатель, который дает нам возможность достичь все остальные поставленные цели, сохранить жизнь, продлить жизнь, излечить большее количество пациентов. И вот эта тенденция, она представлена очень наглядно на данном слайде. Выявляемость рака предстательной железы на ранних стадиях, начиная с 2013 по 2020 год, учитывая, что все остальные показатели остаются одинаковыми, мы видим с вами, что первая, вторая стадия с 43-х доходит уже до 60,5%. То есть это еще раз говорит о том, что идет положительная тенденция и в диагностике, и в лечении, что уже заметно проявилось в структуре смертности этого значимого заболевания. Но все-таки, когда мы говорим о любой технологии, о медицинских технологиях, оценка технологий здравоохранения, конечно, мы понимаем, что это комплекс мер, это сочетание современных подходов к диагностике, правильное рациональное назначение лекарственных препаратов в ведении пациента. Самое главное – это своевременное начало лечения, которое включает в себя и стадию заболевания, и особенности течения конкретного пациента. И, конечно, это вклад в улучшение показателей пятилетней выживаемости при злокачественных новообразованиях. И вот если говорить о раке предстательной железы, то 2021 год клинические рекомендации включили в себя все самые важные группы лекарственных препаратов и поставили, по сути, перед врачом возможности и цели минимизировать переход в метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, который является самым злокачественным, в течение года погибают до 60% пациентов. Так вот, для того, чтобы предотвратить переход в эту стадию, а она происходит и у пациентов с неметастатическим кастрационно-резистентным раком и с метастатическим гормон-чувствительным раком предстательной железы, были включены на фоне андроген-депривационной терапии, которая традиционно применялась для данных пациентов. Новый класс препаратов – это препараты-антиандрогены, которые вошли препараты Аполутамид, Энзолутамид. И посмотрите, уровень доказательности, уровень очень высокий, уровень убедительности, доказательности – уровень А и достоверности – два. То есть это новые инновационные лекарственные препараты, которые позволяют на фоне уже имеющейся терапии получить дополнительные положительные результаты. И вот хотелось бы отметить, что пример влияния применения данных инновационных показателей, данных инновационных лекарственных препаратов с применением антиандрогена второго поколения к андроген-депривационной терапии вошли в клинические рекомендации. И, безусловно, мы можем увидеть, как они повлияют на ход, на течение тех показателей, которые поставил перед собой проект здравоохранения. Ну вот если мы посмотрим, то из этих двух препаратов второго поколения Аполутамид вошел уже в перечень ЖНВЛП, а это означает, что он имеет большую возможность доступности для пациентов. И, как правило, он фармакоэкономически более выгоден с точки зрения фиксации его стоимости для того, чтобы можно было обеспечить пациентам. И вот для того, чтобы показать еще раз преимущество данной стратегии терапии, был проведен клиникоэкономический анализ, который показал, что согласно результатам проведенного клиникоэкономического анализа у пациентов с метастатическим гормоночувствительным и неметастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы, применение препарата Аполутамид с экономической точки зрения является предпочтительной стратегией, характеризуется на 21% меньшими затратами, чем применение альтернативных схем. При этом эффективность и безопасность этих схем сопоставимы. Было показано, что внедрение в широкую клиническую практику препарата Аполутамид позволит сократить расходы на лекарственное обеспечение на более чем 3,5 миллиарда рублей, что составляет 10,66% за 3 года в целом, что позволит, конечно, на эти средства обеспечить доступность современными методами еще большую-большую часть пациентов, страдающих злокачественным новообразованием. Ну и подводя итог, хотелось бы отметить и роль клинических рекомендаций, и, безусловно, возможности новые, которые открывают инновационные стратегии, и роль клинических исследований в плане изучения инновационных препаратов, так, например, в 2019-2021 год были утверждены 55 клинических рекомендаций по онкологии, в которые вошли новые схемы терапии, они обеспечат повышение эффективности, улучшат переносимость терапии, поскольку инновационные препараты, каждое новое поколение – это повышение эффективности и повышение безопасности препаратов. И, таким образом, это влияние положительно на общую выживаемость, как один из возможных способов достижения целевых показателей. Раннее назначение инновационной терапии при неметастатическом кастротрезистентном и метастатическом гормончувствительном раке предстательной железы позволит значительно улучшить выживаемость, отдалить прогрессирование заболевания. Так оказалось и было выявлено, что общая продолжительность жизни пациентов увеличивается более чем на 6 лет за счет расширения вот этих линий лекарственной терапии. И, естественно, что это все наши цели сможет объективизировать и сделать их достижимыми. При этом снижение цены на препарат Аполутамид при включении его в перечень ЖНВЛП позволяет обеспечить пациентов с метастатическим гормончувствительным и неметастатическим кастротрезистентным раком предстательной железы эффективным способом лечения и даст экономию средств в размере 21,8% за один год лечения по сравнению с альтернативными схемами других лечений, с применением других лекарственных препаратов. И в целом мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что внедрение в клиническую практику препарата Аполутамид позволит сократить расходы на 10,66% за 3 года в целом, что составляет более 3,5 миллиарда рублей. И учитывая вот такой прирост продолжительности жизни более чем на 6 лет, позволит увеличить продолжительность и качество жизни, и доступность современных эффективных методов. Поэтому, конечно, возможности выбора оптимальной схемы терапии обеспечит значимый вклад в достижение целей федерального проекта борьба с онкологическими заболеваниями. Благодарю за внимание.